всем доброго времени суток вот несмотря на то что у нас сегодня 3 июня решила снять видео так как она есть одеты тепло гулять с дотти со своей собакой мы сегодня видео посвящено веймараннером хочу сказать что очень дружелюбная порода очень любвеобильная легко поддается дрессировке ну понятно что как любое животное любит побаловаться любит поддурковать но это мы их заводим для того чтобы радовать баловать и по-другому никак вот она сейчас побежала хотела показать вам ее но она сейчас где-то по своим делам сейчас вот гуляем такая у нас посадочка покажу где-то она в этих хащих бегает не знаю как у кого в какой стране но мы живем на украине центральной украине обычно в июне у нас стоит жара ходишь уже в футболках доти иди к маме иди сюда доти вот в этом году все люди ходят в курточках каждый день идет дождь конечно настроение совершенно не летние не знаю чем это связано то ли с глобальным потеплением связи с этим теперь у нас нет как таковой зимы были небольшие морозы буквально может быть две недели и как таковой вот у нас весна холодная была а лето вообще отсутствует пока по крайней мере очень надеюсь на то что она появится все-таки из осеннего пальто или такого курточки теплой мы перейдем все-таки на футболки доти иди к маме иди сюда покажи покажись давай же познакомимся только с гарри всегда все знакомятся ну вот у нее есть свои дела вильмаранер охотничья собака они очень любят много бегать я уже предыдущих видео говорила что мы с мужем не охотники поэтому мы просто с ней долго гуляем долго много обычно это вот без поводка потому что на поводке этой не гульки у нас есть в нашем районе как раз места где можно гулять без поводка потому что здесь такая вот зона где можно спокойненько вот погонять вот такое вот небольшое видео если у кого-то есть вильмаранер и можете мне писать будем обмениваться опытом где кто как гуляет с ними кто чем кормит у нас она на искусственном корме на сухом да люди прошли но она никак не реагирует она дружелюбная а вот когда на поводке очень часто бывает когда она включает охранника прям такая охранничья собака может даже залаять вообще порода него в куче по крайней мере у меня и вот ее родители у нас есть еще в соседнем городе еще веймаранер пара они тоже особо гавкучестью не отличаются поэтому кто любит спокойных не гавкучих собак веймаранер в принципе подойдет в плане линьки линька присутствует как у любого животного она не такая сильная как может быть вот у меня до этого был долматинец там конечно линька была посерьезнее она поскольку она белая шерсть была практически всюду здесь цвет серый в принципе гардероб тоже подбирается соответствующих цветов сказать что нас дома у нас дорожек нет везде ламинат поэтому все легко убирается с пола обычными там швабрами с насадками которые сейчас есть в любом супермаркете не нужны обязательно какие-то щетки для вычесывания вот что касается самой собаки вычесываем во время купания купания опять-таки по потребности нет какого-то обязательного у нас потому что вот надо там раз в месяц там или раз в две недели купать собаку псиной можно сказать не пахнет вообще не знаю может быть я такая вот собачница просто мне ничего не пахнет ну такой явного запаха как допустим там от тех же овчарок нет уход за ними очень простой ну за исключением только длительных выгулов потому что выгулы должны быть активные выгулов должно быть минимум два в день и хотя бы по часу если есть возможность то полтора два часа мы гуляем понятно что это не та порода которую просто вывел вокруг дома там или на какое-то короткое время им этого будет мало и они будут очень сильно чудить дома потому что читала в интернете у некоторых у кого есть феймранеры которые не выгуливают или в больших городах где нет возможности вот так вот свободном гулять вместе то они начинают себя развлекать дерут обои дерут диваны в принципе это воспитание главное воспитание в собаке и я всегда говорю не бывает глупых собак бывают глупые хозяева поэтому прежде чем брать любую породу веймранера в том числе я очень рекомендую изучить эту породу в интернете хотя бы для начала чтобы вы понимали как вообще собаку воспитывать что нужно для того чтобы она понимала элементарные базовые команды ко мне рядом сидеть но опять-таки кто любит голос я никогда не одну собаку свою не обучала команде голос я считаю это бесполезная какая-то команда вообще если собаку знает что ей нужно половать она полует и без вашей команды вот когда на вас там защищает или когда какая-то есть ну по ее мнению опасность она таким образом отпугивает вот такое вот небольшое видео может быть немножко затянулась хотела я немножко еще быстрее сказать о потому что все видео у меня в основном про гарри про барабандового попугая а вот сегодня прогулка и решила я немножко снять по поводу своей любимой дочке всем пока пока подписывайтесь на наш канал буду снимать видео пишите пожелания о ком хотели бы услышать потому что у нас еще есть бенгальские коты мальчики девочка мальчик у нас уже кастрирован давно ему четыре года кастрировали мы его два года назад кошки моей пять лет и мы ее кастрировали 26 марта поведение у них у кота вообще не поменялось у кошки конечно поведение изменилось она стала более спокойно и она набрала вес не знаю может быть это пройдется временем потому что два месяца только прошло она ведет себя так как будто у нее будут скоро котята вот сама стерилизация прошла принципе быстро незаметно для особого там какого-то стресса она не испытала но понятно что были 10 дней нужно было чтобы кошка была в бандаже опять-таки как он делается я увидела в интернете просто с обычного рукава кофты потому что ну нельзя чтобы кошка разлизывала свои эти шрамики у нас сделали операцию ей зашивали саморассасывающими нитками поэтому снимать швы нам не надо было кошки вот такое вот небольшое видео будут вопросы пишите подписывайтесь пишите свои комментарии всем пока пока